24 января – день рождения великого русского художника Василия Сурикова. Всего семь главных шедевров успел он создать, но зато каких. Среди них утро стрелецкой казни, боярня Морозова, переход Суворова через Альпы. Он писал то, что видел, обладая потрясающей способностью открывать историкопоэтическую ауру внешней видимости, объяснял феномен Сурикова Максимилиан Волошин. Поэтому, когда он рассказывал, что стрельцы родились из впечатлений от горящей свечи на белой рубахе, а боярня Морозова из вороны на снегу, то это, разумеется, звучит анекдотом, но в то же время затрагивает самый нерв творческого метода мастера. Когда Суриков уже заканчивал работу над картиной «Утро стрелецкой казни», к нему в мастерскую заехал Ярепин. Посмотрел и сказал, вы бы хоть одного стрельца повесили Суриков, послушался совета, повесил. Как ни странно, картина сразу потеряла в своей жути. И Суриков повешенного убрал. Живописец Суриков – мастер масштабных исторических полотен. Рисовать он начал в раннем детстве. За свои работы во время учебы в Петербургской академии художеств получил 4 серебряных медали и несколько денежных премий. По окончании учебного заведения работал в звании художника первой степени. В академических кругах Сурикова долгое время критиковали за скученность композиции, за кашу из лиц персонажей, презрительно называли его полотна парчевыми коврами. Но художники видели в этих пороках достоинство суриковской живописи, в ней не было ничего западного, а было сугубо национальное, следующее заветом древнерусских художников. Исторические полотна Сурикова трудно понять без знания конкретных событий русской истории. Так в картине «Утро стрелецкой казни» автор повествует о расправе над стрельцами после неудачного бунта 1698 года. Мятежники были схвачены. Срочно вернувшийся из-за границы Петр I сам возглавил великий розыск. Пятерым государь отрубил головы своими собственными руками. Десятки были повешены, сотни сосланы. Всего казнено 2000 стрельцов. Главная героиня картины Бояриня Морозова тоже историческое лицо. Она была убежденной противницей церковных реформ патриарха Никона. По приказу царя Феодосию сначала заковали в кандалы, оставив под арестом в подвале ее дома, а затем пытали на дыбе, добиваясь отречения и отраскольничества. Картина Степан Разин – еще один исторический экскурс в далекое прошлое. На ней запечатлен фрагмент из легенды, повествующая о Разине и персидской княжне. По волжским просторам плывет струк с атаманом и его вольной дружиной. Разбойники веселятся, и только Разин погружен в глубокую думу. На картине слева видна малоприметная водяная воронка, поглотившая прекрасную пленницу. Переход Суворова через Альпу прославляет подвиг суворовцев в русско-французской войне 1798 года. Русским войскам предстояло перейти через Альпу из северной Италии в Австрию. Суворов спланировал свой маршрут так, чтобы нанести удар во фланг и тыл французов, используя свой традиционный прием быстроты и натиска. Именно за переход через Альпу Суворов получил от императора Павла I звания генералиссимуса всех российских войск. Картина покорения Сибири Ермаком изображает битву войск атамана с ханом Кучумом на месте слияния рек Тоба и Эртыш, которая произошла в ноябре 1579 года. Местное население не оказало поддержки Кучуму, в разгар битву наемное войско покинуло хана. Кучум потерпел поражение и отступил. У героини картины посещения церевны женского монастыря нет реального прототипа. Она повествует о трагических судьбах царских дочерей на Руси. По строгим законам того времени знатные девушки, наследницы власти, не умели права выйти замуж ни за кого ниже царского рода. Знатные иностранцы считались еретиками, и русские церевны могли стать лишь монахинями. Они отдавали в выбранный монастырь все свое богатое и преданное. Именно такую церевну изобразил на картине Суриков. На ее пока еще румяном лице – безысходность и покорность судьбе. Последней работой художника стала картина «Благовещение». Василий Суриков скончался в Москве в 1916 году от ишемической болезни сердца. Правнуки художника – Никита Михалков, Андрей Кончаловский, Ольга Семенова – тоже творческие люди и берегут память о деде, когда эр бесценный. Субтитры создавал DimaTorzok